Дорогие мои друзья, однажды в гарден-центре я увидела прекраснейшие растения семейства киснерьевых. Я такого раньше еще не видела в продаже. На этикетке почему-то было написано, что это стриптокарпус. Я не понимаю почему. Почему было это название? Почему на растении писало, что это стриптокарпус? Ведь я знаю прекрасно, что стриптокарпусы совершенно не такие. Когда-то у меня были стриптокарпусы, я выращивала их из семян. У стриптокарпуса длинные линейные листья и цветы-колокольчики более крупных размеров. Здесь же цветки более мелкие, листья мясистые, такие как у фиалок, но более крупных размеров. Видите, какие большие листья, какое большое растение по сравнению с моей рукой. Огромные просто растения. Я понимала, что здесь какая-то загадка. Я ведь не являюсь большим знатоком киснерьевых. У меня были глоксинии, да, были. Было много сортов, но я не увлекалась ими так, чтобы я собирала целые коллекции. Мои стриптокарпусы я выращивала из семян. Это был очень увлекательный процесс, но эти растения совершенно другие. Я не знала их названия. Вот такие вот большие листья, очень красивые листья. Само растение прекрасное. Видите, вот какие красивые, огромнейшие листья, мясистые, с таким вот пушком. Чем-то похожи на листья глоксинии, чем-то похожи на листья фиалок, но такие вот большие. Смотрите, моя рука и это растение. Растение просто шикарное, громадное. Мне стало очень интересно. Я пришла домой, я пересмотрела весь ютуб, я пересмотрела всю информацию по гиснереве, и я сделала выводы. Это совершенно мои выводы. И если я в чем-то не права, пожалуйста, поправьте меня. Я решила, я пришла к выводу, что эти растения – премулины. Или по-другому их называют еще – хириты. Премулины – это прекрасные представители рода гиснеревых. Уход за ними такой же, как и уход за фиалками. Только вот период цветения у них немножко другой. Я прочитала, чтобы добиться цветения у премулин, необходимо понижение температуры. В природе они цветут осенью и весной, когда температура понижается до 10-15 градусов. И растения эти очень нетребовательны. Понимаете, я очень пожалела, что я тогда не купила от растения. Но в будущем, если я увижу его, я обязательно куплю. Дорогие мои друзья, спасибо вам огромное. Пожалуйста, пишите свои комментарии. Пишите все, что вы знаете об этом цветке, который я вам показала. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Спасибо вам огромное. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Впереди будет еще много всего интересного вокруг меня. Все, что я вижу новое и интересное, буду показывать вам. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok